Первый гибрид это NAMIP. Это гибрид, который у нас продается уже второй год в коммерческих продажах. Чем интересен этот гибрид? Тем, что он ультра раннеспелый. Срок вегетации его составляет порядка 5-5 дней от момента высадки рассады или от всхода в порядка 90 дней. По крупности плода, масса плода составляет порядка 100-120 грамм. Если в этом томаты, подобные NAMIP, это могут быть томаты с таким сроком вегетации, как солероса, дональд, но эти томаты имеют вес плода порядка 50-55 грамм. Несмотря на короткий период вегетации, он способен формировать массу плода 100-120 грамм. В последнее время рынок свежих томатов очень разнообразен и очень много рынок требует разную форму томата, разный цвет томата. Рвется он с хвостиком или без хвостиком, как его правильно уложить в таре. То есть, вот эти все моменты мы просматриваем и выбираем для себя, для того, чтобы предоставить своим дистрибьюторам и клиентам томаты, которые имели бы хороший потребительский спрос на рынке. Одним из таких томатов является NAMIP, поскольку он за короткий период вегетации формирует крупный плод. Его можно срывать плодоножкой, которая красиво смотрится в ящиках при укладке. То, что касается устойчивости, значит этот гибрид устойчив от многих заболеваний. Единственное, есть немножко слабая устойчивость от бактериозов. Но проблема бактериозов в последние годы все больше и больше увеличивается, поэтому NAMIP это не исключение. В любом случае устойчивость у него на достаточном уровне, но этому стоит пределить особое внимание. В этом хозяйстве растада томатов была высажена 15 мая. На данный момент уже должна происходить уборка, но поскольку мы Сашу просили, чтобы не убирать и посмотреть загрузку куста, сколько он может навязать, какая масса куста. Поэтому по сути его надо было уже убирать дней 10 назад, надо было убирать. Поэтому есть некоторые плоды, могут те, которые набрали максимальную созреваемость, быть немного мягкие. Те, которые не перезревшие, имеют нормальную плотность плода. Густота по NAMIP рекомендованная где-то порядка 22-25 тысяч гектар на гектар. На этом поле густота сформирована 21,5 тысячи на гектаре. В весенний период у нас во многих регионах и регион Николаевской области это был не исключение. То есть проходили интенсивные дожди, на многих полях стояла вода, но и фермерское хозяйство Гнадко тоже под это попало. Поэтому гибриды, которые на этом поле, немножко перестояли в рассадном отделении и высаживались уже с запозданием. На данный момент я считаю, что ситуация по количеству завязи, по состоянию куста на четвердую четверочку по пятибалльной системе. Многие наши дистрибьюторы, я вижу, кто здесь присутствует, уже знают этот гибрид и знают своих клиентов, которые в прошлом году его выращивали, в этом году. В принципе, хорошие показатели. Урожайность он не дает такую, как процессинговые томаты или сегмент гушев порядка 100 и больше 100 тонн в гектаре. Он у нас ориентирован на урожайность порядка 70-80 тонн в гектаре, поскольку гибрид ультрараннеспелый и быстро отдает урожай. По внутренней структуре, вот Андрей разрезал, то есть плотная стенка дает возможность его транспортировать внутри красного цвета. На рынках после прошлого года в тех фермерских хозяйствах, в которых покупали клиенты, в принципе, довольны и приезжают, еще спрашивают. То есть, они уже знают клиенты и хотят этот томат. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки!